Плодово-овощной разгуляй. В субботу в Керчьи стартовал сезон грандиозных осенних ярмарок. Картошка по рубль 20, лук по 80 копеек, капуста полторы гривны за килограмм. Морковь, помидоры, свекла, перец, баклажаны, виноград, яблоки, арбузы. Керчяне жители Ленинского района, оценив размах и либеральные цены, берут товар оптом. В руках котомки, тележки, мешки. Народ запасается на зиму. Капусту буду брать, яблоки, перец. Что заказали-то его? Я приезжаю, так скупляюсь овощами, у нас засуха, плохо урожай такой. А вы откуда, из Керчьи? С Чистополя. Очереди у каждого лотка. Благо, проворные продавцы быстро отпускают товар. Да керчьинские артисты не дают заскучать. Плодово-овощная ярмарка проходит в старых добрых традициях с музыкой, задорными скоморохами и хоровым пением. На лотках товар от производителей со всей Украины. Из фермерских и личных подсобных хозяйств Полтавской, Херсонской, Сумской областей, Нижнегорского, Джанкойского и Ленинского районов. В этом году, как никогда, все больше и больше сельскохозяйственных производителей из разных регионов Крыма приезжают к нам на ярмарку. Сегодня в ярмарке участвуют товаропроизводители Полтавской области, Херсонской, Нижнегорского, Ленинского районов. Фермерские, пасечные хозяйства, которые привезли самую разнообразную плодовощную продукцию, мясо, свинины, говядины, мясо птицы, саженцы, мед. Цены на ярмарке на 10-30% ниже, чем в стационарной и розничной торговой сети. Цены ниже рыночных. Главная причина, по которой керчяне приходят сюда. Этого удалось добиться за счет прямых поставок от производителей. По сравнению с прошлым годом, в этом году ярмарка лучше получается. Почему? Потому что у нас мы приглашаем по всему Крыму, по всему Украину производителей. У нас намного, очень намного, можно сказать, дешевле, чем в других рынках города. Почему? Потому что у нас производители сами приезжают. Мы берем цены от производителей, без посредников. Без посредников. Мы будем стараться, мы будем стараться. Следующая ярмарка 27-го, 27-го, чтобы больше и лучше было. Поэтому я всех керчанам приглашаю. Мы будем стараться, не только сельхозпродукция была там, сельхозпродукция была. Будем стараться больше колбасных изделий, больше мясных. Производителям мы уже договаривались. Немаловажное транспортное обеспечение. По маршруту автовокзала Птовый рынок продолжает курсировать автобус. Благодаря городскому голову Олегу Владимировичу Асачеву, каждый субботу, воскресенье маршрут работает. Люди вроде доволны. К местным производителям особые отношения. В рамках акции «Покупай Крымское» на местной продукции особые этикетки. Так керчане узнают, что покупают свое родное, выращенное на крымской земле, и поддерживают местного производителя. А сами фермеры тоже довольны прекрасной возможностью быстро реализовать товар. Владимир из Старого Крыма привозит медок в Керчь регулярно. Хороший ассортимент большой. Пасека большая у меня. В двух-трех местах одновременно пчел ставлю для получения разного меда. Есть у меня и гречка, и акация, кориандровый мед, кермековый мед. Меда хорошие, разнообразие хорошее. Радость от покупок и веселая праздничная суета. Довольные. Керчане спешат по домам. Я вот морковки взяла, яблок взяла. А по чем, расскажите. Морковка 2,50. Яблоки по 4,50. Мы довольны все. Мы в основном для ребенка покупали витамины. Яблоки, бананы. Соседям помогли на коляске довезти. Лук, картошку. Очень хорошая ярмарка. Всего полно. И по сходным ценам. Можно на зиму взять, как говорится, в запас. Большое спасибо всем организаторам этой ярмарки. Хочу поблагодарить от многих пенсионеров, что руководству администрации рынка, что все так устроено хорошо. И музыка, и концерты, и цены доступные. Очень дешево все. Было на ярмарке немало дешевой мясной и рыбной продукции. Если на рынке хамса 13-14 гривен за килограмм, тут по 10. Мясо тоже по небывалой цене. К слову, следующая ярмарка будет уже более ориентированной на мясо и рыбу. Я приглашаю Сокерчана 27 октября. Там что лучше будет, больше будет, и все будет, и дешевле будет. Я вот что могу обещать вам.